На Зои Космодемьянской произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, выезжая с авторостепенной дороги, не уступил водителю, который двигался на главной. Обоюдная невнимательность – вот основная причина этого происшествия. Тот, что на Тойоте Краун, обязан был пропустить, но почему-то не заметил. Тот, что на Инфинити, пропускать никого не должен. Но мог. Владелец Финника говорит, что скорость была небольшой, этого вполне хватило, чтобы избежать аварию, но на реакцию повлиял мобильный гаджет. Владелец Инфинити от комментариев отказался, закрыл номер тряпочкой, парень расстроен, отошел в сторону. Авто на продаже, и такая реклама сейчас не нужна. Водитель Тойоты Краун поделился своими переживаниями. Не заметил, сам Мурана. А когда видели, что уступить надо, да? Да, я как бы и так-то знаю, но что-то замелькался, поехал. Крауны, раритет их, надо беречь. Ну да. Их оставалось всего чуть-чуть. Да, он еще жить будет. Нормально? Да. Восстановить? Можно. Тойота Крауны, правда, машина легенда, несмотря на внешние повреждения, внутренние почти отсутствуют. У Финника все печальнее. Значительно подпорчен фасад авто, в салоне сработала подушка. На ремонт идет серьезная сумма. Соответственно, на место вызвали сотрудников ГИБДД, которые и уладили все разногласия между водителями. После составления схемы каждый уедет с места ДТП своим ходом.